Всем привет, всем здравствуйте! Меня зовут Слендер37, я администратор проекта Майнкрафт Биатлон ЗД, и добро пожаловать на спринтерскую гонку в Раубичевт. И первый на старт выходит Найт, который успел уже застрять в калитке на первой же секунде своего старта. Что можно сказать про Найта? Очень удивил нас на прошлом этапе, поэтому сегодня, конечно же, обязательно за ним следим. Оуфул, он в этом сезоне пока что только положительное впечатление оставляет за собой, по крайней мере, в плане выступлений. Следующий на старт выйдет Фустератор, один из лидеров в целом, можно сказать, славянской сборной. У славянцев не самый лучший сезон, но вот Фустератор. Очень сильно, как я уже говорил на прошлых трансляциях, улучшил свой ход. И когда-нибудь он справится со стрельбой, и тогда, конечно же, будет в медалях. Постартует Рендермен. Потихонечку, по ходу сезона он улучшает свою стрельбу, но по-прежнему на уровень сильнейших выйти не может. За ним на старт выходит Фликсис, получил он штраф в одной из их последних гонок. Этот же штраф также постиг Истар Кирса. Будем надеяться, что сегодня Фликсис подобных ошибок не допустит. Сосфокин выходит на старт, лидер итальянской сборной. Сейчас Сосфокин определенный лидер, и, конечно, от него вся Италия ждет лучших результатов и чудо какого-то, возможно, на грядущем чемпионате мира. И последим за тем, как стартует Фукарт. Еще один славенец. Четыре славенца у нас сегодня выйдет на дистанцию. Фукарт в синей майке. По-прежнему он лучший среди молодого поколения Майнкрафта Биатлона. До 15 лет участники. А вот стрельба Найта. И Найт делает ноль. Долго он выцеливал первый выстрел, но не зря. По подходу 6-17, это плюс 7 от лучшего. Проиграл прилично. Но тем не менее. А пока что стрельба Оуфула. Ой, как неудачно. Два промаха. Но для Оуфула это, на самом деле, довольно много. Мажет Егор Майнкрафт. Один промах. Лерни уже подошел. Санек может закрыть, кстати, ноль сейчас. Нет, мажет последним выстрелом. Лерни, также один промах. Последим за фустератором, давайте. Какой обидный промах. Как же он выцеливал, как же он хотел попасть. А подход был лучший, между прочим, фустератор в одно время с Белофоркой. И сейчас бы с нулем. Это была бы борьба за серебро точно. И мажет последним выстрелом. И Фликсус. Фликсус подошел. Промах последним выстрелом. А пока что со Сфокин. Может сегодня? Именно он. И тоже промах последним выстрелом. И это еще более обидно, если узнать, что со Сфокин-то бежал с еще более лучшим подходом. Его подход на секунду быстрее лучшего был. Пока что мы уже видим Найта на подходе. И внимательно также держим в уме то, что где-то поблизости Ник Сайленсер и Латик Фан. Найт 0 плюс 0. Прекрасная работа. Ник Сайленсер стреляет. Но давайте последим за Латик Фаном. Фоксович. Ранее был именно такой ник у него. И конечно сразу следим на выходе, где будет Найт. Один промах у них Сайленсера. Егор Майнкрафт. Один промах. Следим за Лерни. Это 0. Один плюс 0. Два промах у Сайленсера. Два промах у Сайленсера. Рендер. Неплохо начал. Точная стрельба. Один плюс 0. Кстати, будет высоко вероятно сегодня. Ну, со свокингом с нулем, может быть, сегодня очень высоко. Но с двумя промахами это маловероятно. И сейчас мы и узнаем это. У нас Fucard, кстати, сделал ноль промахов. Мы это не увидели, к сожалению. Зато увидели финиш Найта. Итак, Лерни и Егор Майнкрафт, кстати. Но Егор Майнкрафт стартовал раньше Лерни на 30 секунд, а финиширует за ним. Поэтому Егор Майнкрафт будет еще дальше болгарского спортсмена. Рендермен финишировал. Пока что видим, что Рендермен в топ-8 попал в сегодняшней сессии. Ну и вот Сосфокинг, кстати. Да, вот Сосфокинг. 2 плюс 0. Вторая стрельба помогла ему сегодня. Улучшить свои позиции немножко. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...